В прошлом году я отправляла своих девчонок в пионерский лагерь по стоимости 40 тысяч за путёвку. В этом году путёвка перевалила за 50 тысяч. Такая сумма неподъёмна даже для тех, у кого один ребёнок. У Юлии их трое – старшеклассница и 13-летние близняшки. В их случае либо кто-то останется без отдыха, либо родителям придётся брать кредит. После беглого поиска в интернете многодетная мать сделала вывод, что выгоднее будет всей семьёй слетать на курорт, чем устроить дочек в лагерь. Я так подумала, добавить 40-50, можно на любой заграничный курорт приехать. Мне бы хотелось, чтобы путёвки были дешевле, чтобы какие-то были субсидии, может быть, помощь от города, потому что наши дети заслужили это. Улётные цены на путёвки в этом году заметили многие челябинцы. В среднем стоимость 10-дневной смены увеличилась на 15-20%. Например, практически пятизвёздный отдых предлагают в английском лагере «Хилтон». За смену с изучением иностранных языков нужно выложить больше 50 тысяч рублей. А в школе путешественников Фёдора Конюхова две недели обойдутся в 80 тысяч за человека. Если мы говорим о загородных лагерях, то на 18 дней мы можем сказать о том, что путёвка у нас стоит от 28-29 тысяч в частных лагерях до 50. Можно найти более бюджетный вариант в пределах города. В Челябинске этим летом школьники могут отправиться в IT-лагерь или творческую мастерскую. Цена вопроса около 20 тысяч. Для тех, кто не может позволить себе даже такой отдых, предусмотрены меры господдержки. Это малоимущие и многодетные семьи, дети-сироты и дети-участников СВО. На текущий момент у нас приобретено 7 611 путёвок. Более 2200 детей уже смогли оздоровиться в тех организациях, с которыми у нас заключены государственные контракты. По данным Минобра, обеспеченность детскими лагерями в регионе на данный момент составляет 37%. То есть насладиться организованным отдыхом сможет лишь каждый третий ребёнок. Хотя не исключено, что с такими ценниками некоторые школьники решат помочь родителям и устроиться на подработку, чтобы к следующему лету совместно накопить на путёвку.